Ну что ж, всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Старстейп Онлайн. Посмотрим, какие милые дракошики теперь доступны к покупке, какие взрослые драконы будут их оберегать, и какие изменения доступны на нашей родной конюшне под названием «Кастомизация». Так что устраивайтесь поудобнее и лежите седлайте своих коней, и поехали! Хочется купить лошадок, а в кармашке не гроша? Сообщество Royal Bullets Старстейбл Компани предлагает тебе свою помощь. Здесь можно пополнить абсолютно любой аккаунт Старстейбл Онлайн, в том числе и РУС-аккаунты, да еще и по самым вкусным ценам. Спеши закупиться старкоинцами и купить себе много лошадок по ссылке в описании. Первое, что я заметила, это вот этот поломанный повод, но я не уверена, был ли он до этого. А теперь переходим именно к обновлению. Дракошики. Теперь над палаточкой, где, собственно, уже две недели и чирикают наши маленькие крылатые малыши. Теперь можно зайти и купить всех этих малышек. Но... Но... Что? Что? Подождите, а что своими руками? И что вообще происходит? Задание есть? Знакомство с интерьерами? Так, это немножечко другое. А я так понимаю, дракошиков мы пока что купить не можем, дорогие друзья. Они ведь... А, нет, нет. Нужно просто знать, куда нажать. Но что с моими руками, вопрос остается актуальным. Итак, нам доступно 4 дракона, каждые по 450 СК, искра, уголек, огонек и вспышка. Я не знаю, если честно, кого я хочу, потому что мне нравится очень сильно вспышка черненький и огонечек. Но, так как у меня 605 СК, я, наверное, куплю кого-то одного. И давайте, прежде чем мы их купим, мы посмотрим на них поближе. И да, теперь все... О, господи, это ужасно. Все выходит с поломанными руками. Так, ну, конечно же, вспышка прям просто любовь. Вспышка же? Да, вспышка очень красивая. Но и огонек меня прям манит, 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 манит. Он просто мне очень сильно напоминает, как бы, Алекстразу. Да и, в принципе, тут драконы, это 4 аспекта. Нету только аспекта времени. Дайте бронзового дракона. Я их очень сильно люблю. Но тут есть вот эти вот... Я не знаю, кого взять. Давайте я возьму огонек, чтобы потом в будущем наверняка купить вспышку. Потому что я люблю бордовый, я люблю сиреневый. И хотя меня больше тянет сейчас на покупку вспышки, я куплю огонька. Но у меня нету места в рыцарке. Как так-то? А, ну да, ну да. Так, катастрофа, катастрофа. Сейчас быстренько его освободим. Так, покупаем. А, 155 старквоинцев. Все, баланс пуст. И бежим смотреть нашу малышку. А, у меня с собой нету. Нету у меня с собой сумочки. Никакой, вообще никакой сумочки у меня с собой нету. Ну, хотя бы так. Это вот такой вот миленький дракошек, который будет очень рад сопровождать нас на Юрвике. Чаще всего они летают. Но когда устают, они присаживаются на сумочку и отдыхают. Ну, какой же ты милый. Жалко, я пока не могу тебя сфоткать. Уж очень хочется. Но нету сумочки. Значит, также к нам на ярмарку приехали крупные драконы. Это Варамаур, фриз, юрвикский, простите, фриз третьего поколения. И Алдрак, также юрвикский фриз третьего поколения. Магические лошадки в виде фризов. И эти лошади остаются здесь навсегда. То есть теперь они постоянно будут жить на этой ярмарке и присматривать за дракошами. Я считаю, это мега идеальная комбинация взрослых драконов и маленьких дракошек. Ну, значит, внешний вид очень симпатичный у этих лошадей. У меня эти лошадки есть. Алдрак у нас рыженький с шишечками фриз. Даже нет, у Нарина больше игреневый, потому что у него прям саловая грива. И Варамаур, вот такой вот красивейший. По-моему, мышастый. Не бейте тапками, если я неправильно называю масть. У него еще полосочка по спинке с хвостиком. Тоже с шишечками. Так что, если вы любители юрексских фризов и драконов, не спешите. Они тут надолго, навсегда. Так что 950 старкоинцев будут стоить. Но это все новости именно по обновлению. Но мне сказали то, что нам разработчики решили обновить стойку. Точнее, анимацию держания копий. Я уже вижу, что это все пошло по кривой тропинке с бухты-барахты. Но нужно убедиться. Так. Ага. Отлично. Шаг, конечно, сделан в лучшую сторону. Но этот шаг очень кривой. Когда мы стоим на месте... Что? Так. Это сейчас придется долго разбираться. Может быть, куда-то надо нажать. Я не знаю. Значит, по идее, когда мы... Потому что он проглючил же вначале. Нет? Давайте еще раз. Значит, вот мы стоим. У меня, кстати, руки отлагали. У меня руки отлагали. Спасибо большое. Так. Значит, мы берем копье. И изначально оно держится прямо. А что я... А как я должна сделать, чтобы оно стало... Что? Это была сейчас специально сделанная или это поломка? Как понять, что из этого должно работать? В общем, не знаю. Получается, что только что я видела, что копье должно стоять вертикально. По идее, наверное. Когда мы стоим на месте. Когда мы начинаем, наверное, двигаться, копье должно становиться прямо. Но я не уверена уже. Вы сами видите, как тут все поломано, криво, косо. Да. Но как я это сделала? Покажи мне, пожалуйста, обратно. А мы сейчас, знаете, мы сейчас попробуем вновь сломать руки через магазин с дракошами. И только после этого попробуем. Надо же как-то прощупать почву. Я не понимаю просто принцип этой работы. Что я должна была... Куда я нажимала? Я нажимала на синего дракоша. Как вновь сломать руки? Помогите. Очень странно, но кажется, мы понимаем, в какую сторону вообще должно было это все обновиться. То есть, да, по идее, теперь копья должны в состоянии, наверное, покоя находиться в вертикальном положении, а при движении в горизонтальном. Но это все так поломано, что пока и непонятно. То ли это случайная поломка, то ли это специальная функция должна была быть. Но она сломалась. Так что пока что, да, все очень грустно. Ждем, видимо, срочные технические работы. Либо сегодня, либо в ближайшее время. Ну а теперь самое интересное. Отправляемся на кастомизацию конюшни. Итак, я специально не заходила. Я не знаю, что там. Все с вами, ребята. Все специально для вас. И, кстати, вот сейчас у меня опять сломались руки. Я стою как будто бы с вертикальным копьем. Итак, значит, тут где-то должно быть задание. Да, вот оно. Я лошадок сейчас слезу. Всех расставлю по доникам. Хочется порядок. Так, это немножечко не то. Все сломалось, все сломалось, все сломалось. Я поломала. Так, ну что ж такое? Я так спешу, что уже все кнопки поперепутала. И я, да, я вновь сломана. Ладно, значит, у нас теперь здесь есть задание. Ну все, эти штучки мне знакомы. Здравствуйте, дизайнеры. Нет. Нет, господи, как это красиво-то. Так, значит, спокойно. Мне очень нравится интерьер кнопок. И, кстати, здесь очень крутое сочетание бежевых с фиолетовым. Вот оно мне нравится. Так, минуточку. Я забыла. А где у нас? А, у нас вот тут. То есть, может быть, если вот тут. И вообще, если они все переделают в бежево-фиолетовую тематику, то, может быть, нормально будет. Я просто пыталась вспомнить. Извините за такое отречение от всего этого. Конечно же, мы хотим пройти обучение. Добро пожаловать в редактор конюшни. Конюшня должна соответствовать твоему вкусу. Оформю конюшню так, как хочется именно тебе. И пригласи подруг оценить результат. Юрвикские дизайнеры будут периодически выпускать новые коллекции, чтобы можно было обновлять конюшню по сезону. И не только. Господи, да! Выбер секцию. Выбери, какую секцию хочешь изменить. Стоило, верх стен, низ стен, пол, украшение, дверь, каркас, фонарь, душ. Ну, давайте по порядку. Стоило. Выбери, какой стиль тебе ближе. Ну, мне, конечно, ближе деревянный Мормланд, но мы попробуем все. Графская усадьба. Ага, так. Цена 1 шиллинг. У меня просто иконка запи. У-у-у! Так, все, 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 извините, я поняла. Ну, значит, да, графская усадьба. Нажимаем решетки. О, господи! Как это красиво! О-о-о! У меня... Я... 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 Я в восторге! Мне очень нравится! Может быть, все-таки кирпичики сделать на первое время? Так. Подождите. А вот у нас есть заблокированные с ними. Чтобы купить этот вариант, нужно следующий набор. Графская усадьба стоила набор. Я не знаю, но давайте просто купим. Купить. После покупки этого набора ты можешь купить больше вариантов оформления. Так. Ага. Открытного стиля. Стандартные для него варианты оформления. Закрыть. Так. Теперь. О-о-о! Вот это да! Ребятки-то. Смотрите. А цены-то разные на минуточку. Значит, у нас есть базовый вариант, который открывает нам всю категорию. И это будет, видимо, распространяться на каждую вкладку. После чего нам доступен один вариант либо за шиллинги, либо за СК. И мне нравится, что цена очень хорошая. То есть, мне кажется, вот эта вещь реально может столько стоить. Но жалко, что другие вещи тут за СК. Я не вижу. Меня шестереночка перекрывает на записи. Лишь во время редактирования этого видео я увидела, что там 120 СК, а не 12 или 13, как я думала. В общем, не важно. И еще один вариант тоже за СК. Так, ладно. Боковые стенки стоил. Здесь, наверное... Ага. Так. Базовая одна. Черная, господи. А, нам открыто здесь все. СК, СК. Жмоты. Понятно. Но очень красивые вариации. Я даже не знаю, что лучше. Тут есть еще вариации. И где-то именно кирпичик. Вот такой кирпичик. А где-то есть боковые стенки. Панельки, наверное. Это досочки. Ой, мамочки. Ребята. Ставьте лайк и пишите комментарии, если вы срочно хотите стрим, где я буду кастомизировать конюшни своих доп. аккаунтов. Потому что я чувствую, что это будет весело. Так. Алая отделка стойков. Так. А что это вообще? А, это вот эти вот штучки. Так. Угу. Ой, как дорого. Богато. Да я прям не могу. Помогите. Господи. Это слишком шикарно. Спокойно. Даша, спокойно. Давай вернуть. Надо все вернуть, как было. Базовый вид. Ладно. Понятно. Хорошо. Нет. Мы применять не будем. Нам нужен... Так. Теперь мы... Это что? Это была графская усадьба. Теперь смотрим Морланд. Решетки и боковые стенки. А у графской усадьбы что? Отделка в стойках? Так. Так. А тут он... А, ну потому что здесь немножечко другое. Здесь нету дополнительных, как бы, вот этих стоек. Так. Ну ладно. Давайте посмотрим. Чёрное железо, отделочка серая, ореховые, лесные. Ну, наверное, мне нравятся полночные решеточки, конечно же. И ореховые решеточки. Так. Допустим. Боковые стенки стоил. Ореховые, шоколадные. Уай, как вкусно-то! Белёные боковые стенки. И полночные боковые стенки. Это прям барокко. Как красиво. Так, ну мы пока... Давайте вернём. Тут цены тоже такие же, как и там. А, нет. Смотрите, здесь разница. Здесь два цвета за шиллинги можно купить. Так. А тут? Тут тоже два цвета можно купить за шиллинги. Так, ладно, здесь, я так понимаю, есть кнопочка сброса, которая возвращает нам родную базовую конюшню. Так, давайте смотреть дальше. Вверх стен. Конечно, сюда. Свод крыши. Смотрим. Так, купить. Купить. Закрыть. Применять не надо. Ой, прям... Ой-яй-яй, как хорошо. М-м-м, есть каменные своды. Каменные, белокаменные, пустынные своды. Прям... А-а-а, ночной свод. Ой, как красиво, как хорошо. Я прям... Я очень довольна. М-м-м, окна в облачной раме, в пустынной раме, белокаменной раме. Так, а вот этот свод... А, свод крыш, он везде распространяется. Ну, давайте возьмем, к примеру, бежевый. Так, в белокаменной раме. А почему она белокаменная? Ну, по факту она такая... Ореховая немножечко. И окна в ночной раме. Я надеюсь, что в будущем будет белый. Это сейчас просто как бы вот такие врядцы. Надеюсь, потом еще и белый будет. Так, потолок. Потолок здесь просто цвет. Ой, как уютно-то. А-а-а, я не могу. Так, низ стен. Давайте посмотрим. А, нет. А, кстати, стоять. Эм, графская. А, мы графскую смотрели, да? Да, давайте Морванд. Угу. Угу. Ой, ну я, наверное, буду потом, когда СК накоплю, кастомизировать все Морвандом. А, у нас есть белая рама, но другую форму. И потолочек. Угу. Угу. Ага, как это все теперь красиво-то. Так, вот тут, кстати, мне понравилась больше графская тема. Вот эта бежевая. А верха черная, по-моему. Или наоборот. Как едят? Я забыла. Черная. Нет, я делала черную верх. Неважно, что я сейчас не буду все это покупать. Я просто хочу потыкать. Потыкать и на это посмотреть. Так, низ стен. Морванд. Стены. Угу. Ой, ну прям хорошо. Угу. Стены из березы, из венгрии. И так, и сяк, и двери. Так, нет, стоп, верни мне другие стены. Ну, допустим. Я не знаю. Это сложно. Просто столько деталей. Большое количество деталей. Я не знаю, что, зачем. Ну, допустим. Так, и отделка. А я хочу, а я хочу вот так. Вот так. И вот так. Вот. Во, вот так, мне кажется, мне больше нравится. Не, вот так вот. Мы, конечно, все это применить не будем. Мы настолько изысканим. Сейчас, знаете, в конце такой счет. Ты хочешь выйти? Купи за, там, 500 с чем-то. Тысячи. Старконца. Так. Угу. Что это? Стены. Это не стен. О-о-о-о. Знаете, это мне напоминает конюшню. Была игрушка такая, в которой... Там еще текстуры такие. Модельки прикольные были. Не мультяшные достаточно. Я не помню, как игра называлась. И вот там, когда они на соревнования отправились в Марокко, что ли, они... У них, кажется, постой был вот в такой конюшню. Ай-яй-яй, какие ворота. Красота-то какая. Я не могу. Денег нет. Ребят, не переживайте, у кого эска нету, я буду плакать вместе с вами. Ой, как... Ой, как красиво-то. Ладно. Пол. Теперь смотрим пол. Пол вообще это... Такая вещь, которая всегда в кадре почти. Шоколадный пол. Беленый пол. Вау. Вот это да. Вот это он, конечно, беленый. Тенистый. Сразу видно, как грязно, наконец. Неплохая идея. Так. А, вот это полуночный. Тенистый. Такой более кривой, что ли. Карамельный. Дымчатый. Он чуть посветлее. И вот кладка отличается. Морландская плитка. О! О-о-о! Черная плитка. Вот какая красота. Так, графская усадьба. Смотрим. Мать моя! Дракониха. Как я столь эту фразу не говорила. Господи, это... Это прекрасно. О-о-о! Еще и вот фонтанчиками. Мамочки. Мамочки. Мне нравится. Мне нравится все. Так, тем временем мы перешли к украшениям. Как жаль, что я не могу ничего купить. Я хочу поберечь свои эска пока что с обычной конюшней. Вот так. У нас есть ореховые, которые похожи на золотые. Беленые, которые похожи на серебряные. Медные, которые выглядят как медные. И полночные, которые можно было бы назвать черное железо или обсидиан. Вот. Надеюсь, в будущем будут еще другие формы. К примеру, там лошадки, кольца, звезды. Не знаю. А может быть здесь есть. Я догадливая. Лошадки. Так. Лошадка у нас янтарная. Индиго. Латунь. Обсидиан. А, вот, кстати, и обсидиан. Но, честно, мне кажется, могли бы сделать не такими острыми. То есть помягче модельку. А то она какая-то как будто бы, ну прям, очень пиксельно неготовая, что ли. Я не говорю, что там должны быть ноздри, глаза. Ну, просто она какая-то очень угловатая. Ну, не знаю. Не знаю, как еще описать. Так, теперь двери. Двери конюшни. Морланд. Рама. Так. Ага. Ну, честно, среди всех этих мне нравится только черное. А полотно. Ага. Ну. Простенько. Простенько. Так. А теперь вот эту вот нашу дорогую конюшню. Ооо. Какие двери. Какие двери. Так. А здесь? Угу. Мне казалось, тут было бы актуально красное дерево. Но пока что его здесь нет. Ладно. Так. Я потом протыкаю все эти поковки. Благо мы можем сейчас все это смотреть. Без. Ой, как все отличается-то. Без покупок мы можем все это смотреть. Каркас. О, даже это можно менять. Так. Ага. Ага. Ооо. Ооо. Мамочки. Я хочу иска. Дайте мне иска. Графская усадьба. Ты покорила мое сердце. Прям не могу. Так. И фонарики. Мне интересно, какие будут фонарики в графской усадьбе. Так. Ну. По цветам тут не интересно. Здесь что? Ээээ. Ооо. Я такие не люблю. Не-не-не. Морланд. Родной, любимый Морланд. Черный цвет. Ни на что. Теперь не променяю. Только если какие-то новые. Так. И еще одна локация. У нас это душ. Очень интересно. Кстати, душ у нас только пока что морландский. Графской усадьбы у нас нет. Так. У нас есть лесной душ стандартный. Почему он в этом ракурсе как будто бы стал уже? Сапфировый душ. Беленный. 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 И полночный душ. Ой. Я, наверное, потом полночный сделаю. Так. Ладно. Допустим. Давайте просто пока я не могу ничего из этого купить. Я хотя бы просто составлю красиво, как должна выглядеть моя идеальная конюшня. Хотя бы просто на нее со стороны быстренько посмотреть. Ага. Так. Допустим. Украшение. Обсидиановые лошадки. Пол. Ой. Ой. Вот это. Ой. Сложно-то как. Ну, вот это, конечно, очень красиво. Но для меня перебор. То есть, нет. Есть аккаунты, которым я так сделаю. Явно. Но не себе. Так. Пол я выберу. Знаете, наверное, вот этот кривой-косой карамельный пол. Так. А тут? Гравскую. Так. Вначале надо отделку выбрать. Так. Отделку вот такую. Дверь. Вот такую. Стены. Или все-таки морганскую сделать обычную. Ну, допустим. Допустим, так. Верх стен. Так. И этот. Усадьбу. 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 Наверное, вот так. Вот так. Чёрный хочу. Стоило. 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 Хочу. Кравские, наверное. Чёрные. Нет, верните Морванд. Пожалуйста, простите. Хочу Морванд. Чёрный. Чёрный всё-таки оставлю. И стенки. Это, наверное, вот так. Поэтому здесь... Наверное, надо вот так. Ага. Всё? Я всё протыкла? Ладно. Теперь что будет, если я закрою? Оно сбросится, наверное. Да. Очень, конечно, жалко. Но, ребята, это очень хорошее начало. Я надеюсь, что в будущем нам будут добавлять не только поломанные руки и поломанные позы, но и разные, как разработчики написали, стили... Господи. Почините, пожалуйста, это сегодня. Разные стили, разные облики для конюшен. Хочу безумно потрескавшуюся, поломанную такую, знаете, хэллоуинскую конюшню. Там... Хочу фонари какие-нибудь эльфийско-красивые. Ну и нам уже спойлеры выходили, что будут ещё фиолетовые, всякие синие цвета для досок, всего прочего. Ну, кстати, было бы ещё прикольно, чтобы здесь под потолком где-нибудь лианы висели, что-то такое уже именно деколесье. Не знаю. Я, конечно, хочу безумно сейчас всё это переделать, попробовать, поменять, но те вариации, которые мне нравятся, они, понятное дело, стоят СК, а СК у меня сейчас уже почти на нуле. Поэтому, да, пока что не могу. Так что, пока что остановимся на том, что есть. Ну, а на следующей неделе на Юрвик возвращается Гильермо Гаде с гонками для лошадей Юрвика. Ну, а на этом всё. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Господи, разработчики, почините, пожалуйста, это в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова